После моего вчерашнего ролика о Ангеле Меркель я получил огромное количество комментариев, которые просто не могу обойти стороной. В основном, я так думаю, процентов 90 тех, кто писали, это мои нынешние соотечественники, то есть те, кто проживает в Германии и которых очень сильно беспокоит ситуация с мусульманами. Основной претензией, которую они высказали в отношении Ангела Меркель, было именно то, что она пустила, простите меня за выражение черножопых, терпеть не могу это выражение, потому что не понимаю, чем черная жопа отличается от белой жопы. Так вот, что она пустила людей другой национальности и этим самым очень сильно испортила людям жизнь, которые сейчас живут в Германии и пишут в моем блоге. Значит так, господа, обращаюсь я к вам, к русакам, ну, извините уж за такое выражение, так принято здесь называть русскоговорящих людей, неважно откуда они приехали и какой они национальности. Так вот, мне хотелось бы спросить этих умников, а кто вы, собственно говоря, здесь? Разве вы не такие же беженцы? Разве вас не так же приняла эта страна? И почему вы решили, что если вы прожили здесь 10-20 лет, то теперь вы имеете право на том же основании, как и коренные немцы, орать? Уберите здесь всех этих людей, ни такого цвета кожи, ни такой формы глаз. Нас это так сильно раздражает, вот мы такие беленькие, красивые, а они все такие темные. Ну, вот такие просто, даже я не знаю, как сказать, видимо, люди считают, что это какие-то нелюди пришли, по сравнению с ними, очень высококультурными и развитыми. Интересно, правда, то, что вот эта реальная статистика, 86% приезжих немцев, так называемых аузидлеров, переселенцев, переселились в эту страну из Казахстана и Киргизии. То есть чисто мусульманских стран. Там они жили, многие родители их по 50 лет, по 20-30, то есть они родились в мусульманской стране, они там получали образование, они жили среди мусульман, у них были соседи. Очень многие рассказывают, что у нас осталось много хороших друзей, но вот почему-то, когда они из Казахстана или Киргизии, из казахских и киргизских степей приехали сюда, во все эти цивилизованные города, Гамбург, Берлин, Кёльн и так далее, они резко стали такими немецкими бюргерами, и у них просто аллергия на мусульманских людей. Вот мне интересно, с какого перепугу вдруг вы забыли, откуда вы сами? И, собственно говоря, почему вы решили, что местные должны вас воспринимать по-другому, чем, например, каких-то людей, приехавших из Сирии? И, кстати, если у вас такая брезгливость в отношении сирийских беженцев, ну, наберите просто в интернете, например, как выглядела Сирия до того, когда ее начал бомбить Путин и убивать своих жителей Асад. Посмотрите, какая это была цивилизованная страна, и, кстати, очень много русскоговорящих там жил и работало, они ничем не хуже современного Ирана или той же Саудовской Аравии, но только что у них не так много нефти было, вернее, они не успели начать ее продавать. Лично я встречал очень много образованных людей. Кстати, для совсем уж темных я предлагаю посмотреть, как жил, например, предвоенный Афганистан, какое это было современное государство, и как люди там выглядели. Если сейчас эти страны захватили всякие там талибы, это не значит, что люди превратились там в животных. Это по-прежнему все еще люди, которые живут в тяжелых условиях, в том числе на них падают бомбы, у них разрушаются дома, их детям нечего есть. И вот фрау Меркель почему-то это понимает, как и большинство немецкого населения. Это за исключением тех отдельных идиотов, которые поддерживают Пегиду и которые вот сейчас проголосовали за такую партию АФД, которая может прикончить эту страну. Кстати, я не сомневаюсь, что мои нынешние земляки-русайки почти все по глупости своей проголосовали, конечно, за АФД. Почему? Ну, видимо, потому, что они хотят несчастья этой стране, которая когда-то 20-25 лет тому назад приняла этих людей. Очень многим выплачивали пособия, детские деньги, а теперь они с благодарностью к этой стране голосуют за ту партию, которая может эту страну разрушить. Молодцы, господа! Дальше для тех, кто до сих пор считает, что белая жопа намного лучше черной жопы. Я советую вам найти ближайшую тюрьму и сходить туда. Там часто рядом с тюрьмами есть такие магазины, где продаются всякие поделки. Так вот, я по мере своей работы был в нескольких тюрьмах. И я могу вам с уверенностью сказать, что современные немецкие тюрьмы переполнены русаками. Вот там сейчас больше половины сидящих – это все наши бывшие соотечественники и их сыночки. Не знаю, как насчет женских тюрем я там не был, но вот в мужской тюрьме, ну просто процентов 85 сейчас сидящих – это русские, торгующие наркотой, травой, обворовывающие здесь местных немцев, скрывающие их машины, всякие тунеядцы, насильники и прочее. Вот почему-то арабов и черных сидит очень мало, а вот русаков полно. Вот возникает вопрос, вот интересно для местного населения, если бы они интересовались этой статистикой, как бы они думали, кто большую опасность составляет для общества – беленькие русаки, которые сплошь и рядом торгуют наркотой, или арабы, которых там в тюрьмах практически не найти. Дальше для тех, кто умеет и любит считать, вот такая простая арифметика. Сейчас, по данным, которые находятся в интернете, это по российским данным, мусульманских народов, народов, я повторяю, в России проживает около 10% населения. А людей, которые исповедуют ислам, сейчас на территории России, по российским данным, проживает 20 миллионов человек. То есть 144 миллиона жителей, из них 20 миллионов мусульман. Значит, приблизительно каждый седьмой человек, проживающий на территории России, исповедует мусульманскую религию. Более того, в России существуют чисто мусульманские республики, такие как Чечня, Дагестан, Башкортостан, Татарстан и прочие. То есть там, где мусульман, очень много. Такая республика, как Чечня, имеет свою собственную армию, представьте себе. У них самая большая мечеть в европейской части мира. Вот скажите мне, пожалуйста, для тех, кто очень сильно боится мусульман, а есть ли в Германии какая-то мусульманская республика или, может быть, какая-то федеральная земля, где бы можно было сказать, что большая часть населения, проживающего там, это мусульмане? Итак, в Германии по числам на сегодняшний 2017 год проживает 4 миллиона на 80 миллионов жителей. Это значит каждый 20-й. Если в России каждый седьмой мусульманин, то в Германии каждый 20-й. Почувствуйте разницу. При том, что у мусульман нет никакой своей отдельной республики, у них нет здесь мечетей, у них нет никакого своего лидера. Итак, из 4%... Из 4, извиняюсь, миллионов мусульман, проживающих на территории Германии, 65% являются суннитами. Сунниты – это такие модернизированные мусульмане, которые родились в мусульманских семьях, но особо значения этому не придают. И только 7% шииты. Шииты – это те самые, которые проживают в Иране, которые очень серьезно относятся к своей религии. И 13% оловиты, которые вообще ни то ни сё, это вообще такая нейтральная прослойка. Вот хотелось бы спросить, кого конкретно вы боитесь? Как вы можете бояться, если вас на 20 человек всего один мусульманин, который живет в стране, где нет абсолютно никаких шансов, что их тут станет большинство? Я вот не понимаю вот эту панику и эту глупость и чушь, которую эти люди продолжают говорить. Окей, зайдите в любую немецкую школу, в любой детский сад, посмотрите в конце концов, сколько вы увидите там в процентном соотношении мусульманских, арабских и прочих детей. Неужели то, что вы увидите на 10 человек одного ребенка вас приводит в такой ужас? Но есть страны, я открою вам секрет, такие страны, как, например, США, где очень много людей вообще разных национальностей и разного цвета кожи. Там очень много китайцев, там очень много мексиканцев, там необыкновенно много темных, черных, вы представляете? И страна, тем не менее, является самой процветающей на Земле. Очнитесь, господа, о чем вы говорите? Если вы считаете, что мусульмане не имеют права жить на этой Земле, то посмотрите вот на это. Вот это планета Земля. На ней проживает больше 7 миллиардов человек. И если начать считать, то вообще-то эта Земля принадлежит по меньшей мере китайцам или индусам, потому что их больше всего. Мы все остальные какие-то незначительные племена. Если мы сейчас живем в период европейской цивилизации, то это только сейчас так происходит. Но не всегда так было в истории этой планеты. И вы сначала докажите, например, мне, что вы имеете больше права проживать на этой планете, чем люди других национальностей. С чего вы решили, что вы лучше? Ответьте на этот простой вопрос. У вас что, 6 пальцев на руке? Может быть, у вас какая-то другая форма скелета? Может быть, вы по-другому рожаете своих детей? Объясните, в чем вы лучше остальных национальностей? Любых других. Если для европейского человека человек с темной кожей, с красной кожей, с желтой кожей кажется каким-то не таким, то поговорите с китайцем. Для китайцев вы уроды. Для японцев вы уроды. Понимаете? С вашими большими глазами, белым цветом кожи, с вашими светлыми волосами вы в их глазах уроды. Так поймите, вы, куда бы вы ни приезжали, в какой бы стране вы ни были, вы везде за пределами своей страны становитесь иностранцами. Что касается Меркель, то, слава богу, эта женщина, помимо того, что она великий политик, я уже сказал, это человек большого сердца. Она приняла людей, которые нуждались в помощи. Люди, которые находятся действительно в бедственном положении, нашли в Германии кровь, хлеб и убежище на какое-то время. Я горжусь, что я живу в той стране, где принимают тех, и которые пострадали в этих бесчеловечных войнах. И я думаю, что в будущем мире, в котором буду жить я и будут жить мои дети, эти вопросы будут стоять на первых местах. Поэтому, выбирая такую партию, как АФД, вы только способствуете тому, что рано или поздно начнутся реальные конфликты между христианами и мусульманами. Хотите жить в таком мире? А я рад тому, что пока что я живу в мире, где моя страна и моя канцлерин протягивает руку помощи тем, кто в этом нуждается.